С 2021 года у нас в регионе заниматься спортом начали на 108 тысяч человек больше. Это не наше утверждение, а министра спорта края Андрея Середкина, который недавно озвучил эти цифры во время прямого эфира, подготовленного фабрикой троллей, центром управления регионом. Это тот самый орган по влиянию на умы. Забайкальцев призваны создавать в их сознании благостную картинку на тему, как хорошо жить в Забайкале. Пятилетка на самом деле дала хороший толчок в плане развития спорта, в плане увлеченности людей, наших жителей, забайкальцев, которые стали все больше предпочитать заниматься любыми видами спорта абсолютно. Могу сказать, что мы начинали с таких очень простых показателей, да, сейчас у нас показатель. А вообще план к концу года стоит уже порядка 50 процентов, чтобы наших граждан, жителей занималось спортом. С начала пятилетки спорта, объявленной губернатором Осиповым в 21 году, постарайтесь вспомнить, под патронатом Минспорта открылась дополнительно хоть одна спортивная секция. А может быть шло активное строительство спортивных объектов, которых мы с вами не замечали? Конечно, нет. У нас ремонтировались разве что старые бассейны и стадионы, возведенные еще в советские времена. Но целый министр не может водить людей в заблуждение во время прямого эфира. Нет, в это поверить сложно, видимо, мы просто не умеем считать. Кто-то скажет, что, может быть, там какие-то цифры неверные, но просто посмотрите на наших пенсионеров, которых стало гораздо больше, которые ходят, занимаются скандинавской ходьбой. Посмотрите, насколько заполнены фитнес-залы, фитнес-клубы, сколько появилось новых видов спорта, сколько открылось новых секций, в том числе и по единоборствам. Специалисты от фабрики «Тролли» выводят на экран цифру в 478 тысяч 164 человека. Именно столько начали систематически заниматься спортом. Это в крае с населением чуть меньше миллиона человек. Хотя, наверное, если считать жителей, которые начали ходить с палками, или просто прогуливаться по улицам для здоровья, или за экономией средств. А еще есть шахматы и шашки. Более того, в некоторых странах покер тоже вид спорта. Но как определить тогда степень их благотворного влияния на организм человека? Систематические занятия спортом позволяют обеспечить высокий уровень физического развития, спортивной подготовленности, формирование навыков здорового образа жизни, самодисциплины, волевых качеств, что является значимым фактором в реализации трудовых репродуктивных функций. Но когда вам в последний раз внушали подобные соображения, где вы видите постоянную пропаганду здорового образа жизни? Конечно, началось то вливание денег, которых до этого просто не было. До этого были только региональные деньги, и чтобы построить даже какие-то самые простые спортивные площадки, это уже стоило для регионального бюджета очень много усилий. В общем, когда я отчитывался перед министром спорта, и мы подвели итоги вообще по всем программам, которые есть, это и развитие сельских территорий, это и программа президентской субсидии, которые делятся по направлениям и по спорту, и по министерству ЖКХ, который идет. В общем, собрали все вместе и поняли, что за последние годы мы построили более 400 спортивных универсальных площадок. Предполагается, что строительство спортивных площадок обеспечивает для наших жителей возможность заниматься массовой физкультурой. Другой вопрос касается возможности заниматься не любительским, а профессиональным спортом в первую очередь для детей. Хроническое недофинансирование всей отрасли в крае отрицательно сказывается на спортивных результатах. По линии Минспорта страны ведется строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов в Хилке и Могочи, но они еще не сданы, там серьезные проблемы с подрядчиками. У нас так исторически сложилось, что у нас есть, наверное, те ключевые базовые виды спорта, которые вообще определяют, идентифицируют вообще Забайкальский край. Конечно, на первую очередь сразу встает это среба из лука, это бокс, это тяжелая атлетика, это конькобежный спорт, который у нас исторически развивался и продолжает развиваться. Это борьба, но, к сожалению, у нас из базовых видов спорта вылетели футбол и биатлон. Да нет, футбол и биатлон не вылетели, их выкинули из жизни. Стрельбу из лука, тяжелую атлетику, конькобежный спорт при всем желании не назовешь массовыми. Но это не сдерживает руководство региона. Боксы, частная секция по тайскому боксу обласкана самим губернатором Осиповым. Отсюда преференции от правительства Забайкалья в виде дополнительных денежных вливаний, в том числе из внебюджетных источников. А чего только стоит гонение на футбол, когда закрыли профессиональную команду «ФК Читая» или собрались строить на месте стадиона «Лукодрум»? А плавание, когда сборная Забайкальского края летит на отборочные соревнования за свой счет? Недавно спортивный комментатор телеканала Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале прокомментировал жалобу на недостаточное финансирование спортсменов-биатлонистов в Забайкальском крае. Губерниев разместил скриншоты с сообщениями, адресованными спортивному комментатору Матч ТВ Илье Трифонову, в которых говорится, что биатлонисты от 15 до 18 лет из Забайкалья не могут попасть на чемпионат России из-за отсутствия финансирования. У нас просто руки опускаются, я не знаю, чем вообще не угодил биатлон властям в Забайкальском крае. Все сметы просто развернули и не комментируют ничего. Пожалуйста, выручите нас, обратите внимание, у нас у самих уже деньги заканчиваются возить ребят, но они реально талантливые. По статистике мы видим, как хорошо развиваются килкусинка, как развивается панкратион, как развивается кудо и другие виды спорта, именно связанные с единоборствами. Поэтому вот эти виды спорта стали тоже такими, знаете, якорными для Забайкалья. Да, развиваются в основном частные секции, никак не связанные с Министерством спорта края. Занятия подобными видами спорта могут быть противопоказаны многим, детям и взрослым, но при отсутствии спортивной медицины им об этом никто не скажет, пока не будет нанесен вред здоровью. И для справки, для Андрея Середкина якорь служил для того, чтобы остановить судно. Если мы хотим, чтобы корабль спорта плыл дальше, то необходим попутный ветер в виде денежных вливаний в те виды спорта, куда приходят дети за спортивными результатами на бесплатной основе. Плавание, например, имеет гораздо меньше противопоказаний, чем единоборство. В следующем году мы планируем соревнования на призы олимпийской чемпионки Людмилы Титовой по конькобежному спорту. Это будет начало марта провести также в международном формате. Пригласить сюда соседей из Монголии, из Китая, из других стран, в том числе из Беларуси, чтобы приехали и поучаствовали на нашем уникальном высокогорье, на открытой площадке, на открытом льду. Дальше мы планируем провести также в поселке Агинское на той базе, которую сформировали от чемпионата России первенство России. Мы уже договорились об этом. Эти соревнования мы забираем себе. На обсуждении пока у нас стоит международный турнир по боксу. Также остаются турниры всероссийского уровня. Это турнир на призы Александра Бахтина. Это турниры всероссийского масштаба по художественной гимнастике, по тайскому боксу. Андрей Середкин, министр спорта всего. За Байкаль я забыл рассказать, почему у нас не проводят крупные соревнования по плаванию. Потому что у нас до сих пор нет 50-метрового бассейна олимпийского стандарта, обещанного, кстати, Александром Осиповым еще в 2019 году. Зато будет лукодром, а тайский бокс получит новую жизнь. У нас оптимизировали футбол, биатлоны, другие виды традиционного спорта, где дети обучались бесплатно. Но власть рада, когда развиваются частные спортивные секции, готова выступать посредником между коммерческими предприятиями и подобными обласканными губернатором видами спорта, накачивая их деньгами. Остальным остается только терпеть и влачить жалкое существование, искренне радуясь результатам своих воспитанников, которые вырвали победу не благодаря, а вопреки работе Министерства спорта Забайкальского края.